В Новосибирске открыли уникальный реабилитационный центр «Сотворение». Это площадка для адаптации людей с комбинированной инвалидностью, с нарушениями слуха и зрения. Ее создали при поддержке мэрии Новосибирска, Московского центра социальных инноваций и благотворительного фонда. За Уралом похожих учреждений пока нет. Его возможности оценила Александра Медведенко. Ретривер Лапа – дипломированный специалист. Закончила в Петербурге школу терапевтов. И вот уже пять лет помогает маленьким детям с нарушениями слуха и зрения не бояться этого мира. Собака, она не оценивает человека, она не фокусирует внимание на каких-то, что получилось, не получилось. Она всегда позитивно подкрепляет ребенка, и поэтому детям очень нравится. В Новосибирске всего четыре собаки, которые обучены этому мастерству. Теперь рабочее место Лапы – новый центр реабилитации. Сюда приходят люди с нарушениями слуха и зрения. Это не просто реабилитационный центр, куда люди приходят и чем-то занимаются, восстанавливают свое здоровье. Вы понимаете, что слепоглухота – это навсегда, поэтому этим людям надо дать возможность просто нормально жить, социализироваться, принимать участие в жизни общества обычного. И вот здесь у них есть все возможности. В новом центре есть своя мастерская, компьютерный зал и театральная студия. Рядом со мной сейчас находятся мои коллеги. Здравствуйте, девушка, как вас зовут? Вероника. Какой у вас выпуск новостей, про что будете рассказывать? Про свои секреты и секретных подруг. Несколько ребятишек собираются, в группах у них общение. Общение не просто, общение с животными. То есть я думаю, что эффект, возможно, будет более эффективный. В Новосибирске более двух тысяч жителей с такой комплексной патологией. В центре работают и с детьми, и со взрослыми. Есть у людей какой-то комплекс неполноценности зрения, например. Ну, это нормальное явление, мне кажется, для каждого человека. Каждому хочется реализовать себя во всех отношениях. Даже если природа не дала тебе чего-то, хочется все равно это попробовать, как получится. Первый раз было страшно, но родственникам понравилось. Подарила на день рождения похожий на тюрморт. Все были в восторге. Ну, а это зимний тактильный сад. Здесь более 20 видов растений. Каждые разные на ощупь и даже на запах. Вы сейчас не почувствуете, но здесь присутствует запах коры, который позволяет ощутить себя в настоящем лесу. Планируют, что сотворение сможет принимать более 20 человек в день. Такая интенсивная программа закроет значительную часть потребностей людей с комбинированной инвалидностью. Второй подобный центр в сентябре откроют в Кировском районе на улице Телевизионной. Александра Медведенко, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.